Натербовский Дом культуры уже много лет является важным центром театрального искусства. Здесь успешно действуют как взрослые, так и детские театры, которыми руководят опытные профессионалы. Народный драматический театр «Муза» возглавляет Зинаида Лейникова. Следует отметить, что в апреле текущего года исполняется 30 лет, как она является заведующей Домом культуры, и в своей работе проявляет богатый опыт. У каждого человека есть мечта. Кто-то мечтает о море, кто-то хотел бы увидеть горы. А я всегда любила театр. С самого детства телевидение нам показывало замечательные спектакли, с замечательными актерами, которые играли на сцене, проживали свою жизнь, и я проживала с самого детства с ними вместе. Театр стал неотъемлемой частью моей жизни. Будучи в школе, я играла в театре. Когда пришла сюда, во Дворец культуры, работать, сразу взяла театральный детский кружок и взрослый. С 1994 года работаю в театре «Муза». Тогда он еще не был народным. И кружок детский «Лукоморье». В 2000 году театр «Муза» стал народным театром. Это звание нам присвоили, и каждые три года мы подтверждаем это звание. Наш коллектив большой. Это, конечно, работники культуры нашего дворца и шители нашего села. Около больше 20 человек в Народном театре «Муза». Каждый любит это искусство, любит сцену. Хотелось бы сказать, что очень много спектаклей было сыграно именно с таким большим количеством артистов. За время своей деятельности театр «Муза» неоднократно поражал зрителей захватывающими ролями и прекрасными спектаклями. Актеры этого театра являются истинными профессионалами в своей сфере, которые каждый раз дарят зрителям незабываемые впечатления. С 2021 года сам театр перешел на новый уровень. Это театральные спектакли стали фильмами-спектаклями. Был снят спектакль «12 месяцев», «Гостях у 12 месяцев». Сказка про Федота Стрельца Удалова Молодца. Такие интересные моменты, как маленькие сюжетные спектакли «К Новому году», «К Масленице», «Три Спаса». Патриотическое воспитание также входит и в наши работы. Очень интересный спектакль, который затронул каждого жителя села, кто был на нашей премьере или посмотрел его видеозапись, это «У войны не женское лицо», о женщинах, которые воевали в Великую Отечественную войну. Наш коллектив принимает участие очень во многих конкурсах, таких как обрядовые фестивали-конкурсы «Возвращение к истокам, путь к возрождению». Два года подряд мы были лауреатами первой степени, и последний год мы, это был 22-й год, взяли гран-при. У нас был спектакль по роману Исхака Машбаша «Раскаты далекого грома». «Пусть будет добрым ваш день». Конечно, с репертуаром и с актерами проблем у нас нет. У нас все очень талантливые, наши жители села, а вот проблемы, конечно, у нас с костюмами и декорацией. Но по возможности мы выходим с положения и умудряемся делать что-то своими руками. Мир не без добрых людей, нам помогают. И мы очень благодарим всех, кто непосредственно принимает участие в той помощи, которую нам оказывают. Что у нас в перспективах? Конечно, новые работы, новые спектакли. Хотя вот недавно мы ставили спектакль «Проводы казака на службу», который был на кубанском языке. Как я сказала уже, у нас есть очень большое желание сделать еще один патриотический спектакль. Ну, а какой вы потом увидите. Также в Доме культуры работает образцовая детская театральная студия «Лукоморик». В 2021 году коллективу было присвоено звание «Образцовый», что свидетельствует о высоком уровне работы. Руководитель студии – специалист сельского дома культуры Елена Чеховская, которая с большим энтузиазмом и профессионализмом развивает и воспитывает молодые таланты. Детским театральным коллективом я руковожу не так давно, с 2018 года. Коллектив очень дружный, очень хороший. Ребятки очень все способные, активные и умные. В 2020 году мы ставили спектакль «Ивашка из дворца пионеров», с которым поехали на конкурс «Майкоп» и стали лауреатами второй степени. В 2021 году нашему коллективу было присвоено звание «Образцовой театральной детской студии». В 2022 году мы также принимали в конкурсе участие. В ауле «Кашхабль» мы заняли первое место. А в 2023 году мы ездили на конкурс в Габукай и заняли там тоже почетное место. Нам был вручен диплом второй степени. Наш актер, за которого мне очень приятно и хочется сказать очень много хороших слов, главный актер в нашей второй постановке, которая называется «Вовка в 30-м царстве», Юра Нехай получил грамоту за лучшую мужскую сыгранную роль. В 2024 году мы также приняли в конкурсе театральных коллективов участие и заняли первое почетное место в ауле «Кашхабль». Что еще хочется сказать? Хочется пожелать всем детским театральным коллективам больших творческих успехов, вдохновения, детской активности, ну, наверное, самое главное – здоровья и мирного неба над головой. Театралы Дома культуры села Натырбова активно продвигают и популяризируют театральное искусство в районе. Они играют важную роль в формировании культурной и социальной жизни своего сообщества, вносят яркий и значимый вклад в развитие театральной сферы.